Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного Саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Смотрите в этом выпуске. Саянский проходит голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Ветеранам войны и труженикам тыла назначены денежные выплаты к юбилею победы. Команда «Камикадзе» с успехом выступила в Москве. Школьники города сдавали нормы ГТО. Стартовала традиционная игра «Зорница». 17 февраля в Иркутске состоялось оперативное совещание, на котором исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев высказал свою позицию относительно поправок в Конституцию РФ, которые касаются инициативы по созданию специальных федеральных территорий, в том числе и на Байкале. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оперативного совещания в минувший понедельник в Иркутске высказал свою позицию относительно поправок в Конституцию Российской Федерации, которые касаются инициативы по созданию специальных федеральных территорий, требующих особого управления с федерального центра. Серьезное опасение вызывает предложение об отнесении к ним озера Байкал. Считаю, что абсолютно некорректно уносить вопрос на общероссийское голосование. Голоса жителей непосредственно заинтересованных территорий в нем просто могут утонуть, и этот голос будет нерешающим. Вопрос о территориальной целостности регионов должен исключительно решаться в самих регионах. Жители должны в нем принять самоактивное участие. Напомним, с предложением внести в основной закон понятие федеральных территорий, требующих особого управления с федерального центра, выступил спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов. В ответ на это предложение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что если соответствующие поправки о создании федеральных территорий будут внесены в Конституцию России, то в список таких территорий необходимо включить озеро Байкал. Как большинство жителей Приангария, я считаю территорию Байкал неотъемленной частью прилегающих территорий Иркутской области в том числе. Посыл о сохранении и спасении озера всем миром неубедителен. Более 20 лет Байкал входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также существует федеральный закон об охране озера Байкал. Данные меры, считаю, необходимыми и достаточными. В целом идет даже актуализация некоторых поправок. Я думаю, что в этом законодательном русле мы и должны дальше работать. Завершая тему, Игорь Кобзев подчеркнул еще раз свою позицию. Я считаю, сказал он, что недопустимо принятие каких-либо решений по озеру Байкал без учета мнения жителей Иркутской области. В городе проходит открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий Саянска, подлежащих благоустройству, в 2021 году. Горожане решают, какую территорию следует благоустроить в первую очередь. Чтобы молодой город развивался, хорошо радовал своим современным обликом. 20 февраля состоялось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий Саянска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Пункты для голосования действовали в библиотеке «Истоки» и школах города. Жители нашего города, они более видят, где какие проблемы находятся, потому что постоянно проходят по этим территориям и могут уже определить эти проблемы. И как бы настрой у них положительный, они очень рады, что это не просто где-то кто-то решил, мы вот здесь будем благоустраивать, а именно жители нашего города выбирают эту территорию совместными усилиями. И таким образом получается, что они как бы причастны, каждый из них, к этой вот проблеме, к решению этой проблемы. Активность проявили старшеклассники школ номер 4. Они, как и педагоги, проголосовали в начале дня. Напомню, в перечень общественных территорий, выносимых на открытое рейтинговое голосование, вошли благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы, сквера Солнечный в микрорайоне Солнечной территории между детским садом номер 35 и детским садом номер 36, в микрорайоне Октябрьский, территория от дома номер 11 до дома номер 14 в микрорайоне Октябрьский, территорию городского ЗАГСа и благоустройство территории у здания полиции в микрорайоне Олимпийский. Самое главное то, что жители сами выбирают то, что в их городе нужно улучшить, облагородить. Я вот проголосовал по выбору общественной территории сквер ветеранов, потому что год такой, что юбилейный, я думаю. Ну действительно его сделали неплохо, красиво, поэтому я считаю, что это достойно внимания, чтобы этот проект стал одним из лучших. И территория ЗАГСа, ну я считаю, что место, где брак регистрируется, тоже должен как-то быть украшен. Радуют, что в Саенске с успехом реализуются программы по благоустройству города, отмечали саенцы. Приех губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о предоставлении денежной выплаты к 75-летию Великой Победы. Выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники фашизма. С января текущего года в Иркутской области установлена региональная социальная доплата к пенсиям, которая ниже прожиточного минимума. Изменения были связаны с тем, что в регионе уровень прожиточного минимума повысился до 9497 рублей, что превышает российский показатель в 9311 рублей. Раньше жители региона получали доплату из федерального бюджета, теперь из областного. Этим занимаются специалисты органов соцзащиты. Они работают совместно с Пенсионным фондом и Иркутским центром выплат. Об этом доложили специалисты социальной защиты населения на совещании в администрации. Кроме того, в новом году вступил в силу законопроект о компенсациях по услугам ЖКХ для новой категории граждан. По новому законодательному акту, который вступил в силу с 1 января нынешнего года, назначены выплаты компенсации по ЖКУ 89 гражданам, имеющим статус «Дети войны», у нас их всего 1752. В преддверии юбилея Великой Победы был утвержден указ губернатора о предоставлении отдельным категориям граждан единовременных денежных выплат. Попадают под эту категорию ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, члены семьи погибших, умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Готовим сейчас списки, разбираемся в положении этой выплаты, выплата, как я сказал, уже единовременная в размере 10 тысяч рублей. Также для ветеранов войны изготавливают юбилейные медали, которые им вручат наши школьники. К юбилею Победы в Саянске будут проведены завершающие работы на стене памяти. В этом году в Саянске планируется создание портретов фронтовиков и сюжетных картин на военную тему на стенах домов. Будет издана книга памяти, создание которой приглашают принять участие горожан. Сретение Господне – один из главных праздников церковного года. В Русской Православной Церкви он отмечается 15 февраля. В этот день православную молодежь поздравлял епископ Саянский и Нижнеудинский Алексей. На 40-й день после Рождества Христова Святая Вселенская Церковь отмечает один из главных праздников – Сретение Господне, символизирующий встречу Старого и Нового Завета в лице праведного старца Симеона, которому было предречено не увидеть смерти, пока не приимет в руки свои Богомладенца Иисуса Мессию, о котором возвещали ветхозаветные пророки. В этот праздничный день, который с 1992 года был объявлен как День православной молодежи, в кафедральном храме города Саянска совершил божественную литургию епископ Саянский и Нижнеудинский Алексей. Я сердечно всех вас поздравляю с праздником. Пусть Господь Спаситель благословит каждого из нас, осветит ваши сердца своим присутствием в ней, дарует крепкое здоровье, долгоденствие, силы духовные и телесные для того, чтобы жизнь вести правильную, созидательную, спасительную. Ну а в трапезной в это время активные молодые люди, студенты Саянских техникумов, творили в очередной раз под руководством технолога Натальи Чистякова и под зорким оком руководителя ипархиального отдела по работе с молодежью Ирия Иоанна Гернешева чудеса кулинарии. Все эти вкусности, заботливо приготовленные молодыми людьми, предназначались как лакомства для праздничного чаепития для детей Саянских школ и интерната. Юные прихожане, для которых посещение кафедрального собора стало ярким и запоминающимся событием, побывали на экскурсии, посетив верхний и нижний предел храма и прослушав интереснейший рассказ об их устроении. Есть двери вот в этой двери и вот в этой двери. Они называются диагнозами. Они называются еще северными и южными дверями диагнозами. А есть еще врата. После молитвенного благословения, разместившись за богатонакрытым столом в непринужденной беседе, отец Иоанн ответил на некоторые вопросы ребят. Когда у меня хочется вырвать какие-то слова нехорошие, если у меня что-то, то есть вопрос. В тот момент, когда ты с ними сдвижешься, нужно, как, знаешь, бывают такие моменты, когда, ну, не знаешь, как правильно поступить, и этот момент, как ты говоришь, плохие слова выходят, нужно просто видеть, что ты замечаешь уже, это уже поступок. Подобные встречи Иоанн Гернеши, как руководитель отдела, организуют часто и в разных форматах вызываем молодежной аудитории неподдельный интерес к православной вере, помогая в непринужденной обстановке открыть новые познания христианства. Эти встречи у нас периодически случаются здесь, в Саянской епархии, в самом храме. Мы приходим сюда и с экскурсиями, мы приходим сюда на уроки совместные, приглашаем в школу и дружненько все работаем. Особенно хочу поздравить саянскую молодежь, молодежь всей России с этим праздником. Будьте добры, будьте милосердны. Глубоко символично, что День православной молодежи отмечается в один день с праздником Средине. Ведь знакомство, встреча со Христом в юном возрасте является основополагающим моментом в жизни. Обретая веру, получив первые руки в отцерковление у подрастающего поколения, да и у их родителей есть надежда на полноценную христианскую спасительную жизнь. В дошкольном учреждении номер 22 «Солнышко» прошел конкурс чтецов. Малыши читали стихи о войне и мужестве русских солдат. В Саянске во всех учреждениях полным ходом идут мероприятия по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В детском саду номер 22 «Солнышко» прошел конкурс чтецов. Майка, пчуши, вечер, птицы и парад идет в столице. В одинак шагают леды, поздравляем с Днем Победы. Снаряды не рвутся, никто не в земля, и танков не будет пробита броня. Мы в мирное время сегодня живем, не прячемся мы под прицельным огном. Первый этап творческих соревнований проходил в группах. В нем приняли участие малыши от двух до семи лет. Из всех ребятишек было отобрано 19. Они читали стихи перед комиссией, в состав которой вошли родители и воспитатели сада. Еще тогда нас не было на свете, когда военной буря огневой, судьбу решая будущих столетий, выбор, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда победы домой прошли. Солдаты майя, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Лучшие выступления будут представлены на городском уровне, в котором примут участие все дошкольные учреждения города. Ученица третьей Саянской школы Анастасия Рахматулина заняла второе место на всероссийском конкурсе по литературе, посвященном столетию со дня рождения Федора Абрамова. «Твори мир в душе и пошли его людям». Под таким названием в России для учащихся образовательных учреждений проводился конкурс по литературе, посвященный столетию со дня рождения выдающегося русского писателя и общественного деятеля Федора Абрамова. Принять участие в литературном проекте решили также учащиеся Саянских школ. Всего на конкурс было отправлено три работы, но одно из лучших признано сочинение ученицы школы номер три Анастасии Рахматулиной. «Я обратилась к ребятам с предложением принять участие в этом конкурсе. Поговорили о творчестве Федора Абрамова, вспомнили его произведения. Это писатель деревенской прозы. И одна из участниц, одна из учениц седьмого класса, Архматулина Настя, проявила искреннее желание принять участие в этом конкурсе. Вспомнила те произведения, которые были прочитаны ею в раннем детстве. Ее мама работает в библиотеке, поэтому она как раз тот ребенок, который читает много книг». И тем не менее, после долгой, кропотливой и подготовительной работы сочинение было отправлено на конкурс в надежде войти хотя бы в десятку сильнейших. Следует отметить, что в конкурсе приняло участие более тысячи школьников практически со всех уголков России. «Материал мы с ней проработали, проанализировали произведение, отправили сочинение на конкурс в январе месяце. И к нашему удивлению, 15 февраля результаты были опубликованы на сайте Архангельского института образования, и мы попали в десятку лучших среди участников всей России пятых-седьмых классов. Заняли второе место». По признанию самой Насте, для того, чтобы написать сочинение, она потратила чуть больше часа. Больше ушло времени на подготовку, разбор материала, анализ и оценку произведения. «Я уже забыла об этом, думала, что, ну, просто поучаствую. И моему удивлению я заняла второе место, и до сих пор не могу поверить, что так получилось». Саенская школьница признается, что до сих пор не может поверить, что стала второй, уступив школьнику из Санкт-Петербурга. А сейчас у нее впереди множество различных конкурсов, творческих проектов, в которых она будет участвовать и защищать честь нашего небольшого любимого города, которые, благодаря таким юным дарованиям, со временем, возможно, будут называть городом, где живут одаренные дети. Саянские «Камикадзе» приняли участие во Всероссийской юниор-лиге КВН в Москве. В своей подгруппе ребята взяли второе место, а Иван Григорьев получил почетное звание «Лучший актер». С 6 по 12 февраля в Москве проходила 1-3 финала Всероссийской юниор-лиги КВН. Наш город представляла команда «Камикадзе». Игра, в которой приняли участие 16 команд из городов России, проходила в концертном зале гостиницы «Москомспорта». Участники были поделены на две подгруппы. В составе нашей команды было 4 участника – Иван Григорьев, Дарья Жесткова, Мария Григорьева и Дарья Коренеенко. Они совсем юные игроки, поэтому их сопровождали родители. Дети жили в режиме неотдыха с 8 утра до 9 вечера, каждый день репетиции. Каждый день редактура, профессиональные редакторы поправляли что-то переделывать, заставляли что-то добавляли своего. Ну и, конечно, после их редакторских штучек у нас получалась уже картинка хорошая. Из 8 команд участниц игры, в которой выступали «Камикадзе», саянцы были самыми младшими. И, несмотря на свой юный возраст, представили себя очень достойно, завоевав второе место. А Иван Григорьев получил почетное звание «Лучший актер». Я ездил в Москву и стал лучшим актером. Еще будешь играть в КВН? Да. Почему? Потому что он мне нравится. Сначала, если честно, когда я вышла, было страшно, а потом нет. Было круто. Мне нравится со сцены шутить. Нашим КВНщикам помогали их старшие наставники, выпускники «Камикадзе», а сегодня студенты Иркутского госуниверситета Кирилл Окунев и Анатолий Богданов. Со взрослыми работать. Ты им сказал материал, они его запомнили, они его отыграли, они, зная, как это сделать, они его поставили. Малышам материал сказал, они забыли. Ты им еще раз говоришь, они забыли. То есть, чтобы поставить, не знаю, там, 3-4 предложения, нам потребовалось, ну, час иногда. Было и такое. Конечно, это большой труд. Мы видели все промышленных масштабов КВН на первом канале Премьер Лиги. А за этим стоит гора труда, гора людей. Это реквизиторы, это авторы. Это не только команды, как распространенное мнение в народе, что вот эти КВНщики, они пишут шутки. Нет, за ними авторы, реквизиторы, сценаристы, хореографы. Наши ребята, впечатлив жюри своим ярким выступлением, были приглашены выступить в одной-второй финала Всероссийской юниор-лиги на сцене «Планеты КВН». Также наша команда получила официальное приглашение на международный фестиваль детских команд КВН, который состоится в сентябре этого года в Анапе. Широкая масленица – один из самых веселых праздников на Руси. Масленичная неделя в этом году начнется с 24 февраля. Главным угощением праздничных дней традиционно являются блины. В 2020 году масленичная неделя начинается с понедельника 24 февраля и закончится в воскресенье 1 марта. Масленица, значающая скоро конец зимы и приход весны, сохранила в себе традиции, обряды язычества и признаки славянской мифологии. Всю масленичную неделю люди веселятся, ходят в гости, устраивают народные гуляния и пекут блины – главный символ праздника. В это время проходили обрядовые игрища, так называемые масленица, комоедица, красная горка. И именно эти праздники, они являлись такими знаковыми, очень серьезными, к которым относились действительно к тому, что может помочь нашей земле, помочь людям правильно проводить зиму, встретить и жить в единении с природой. В понедельник 24 февраля будет отмечаться первый день сырной недели встречи. Вторник – заигрыш начал масленичных гуляний. Народ в этот день катался с горок, на санях и на каруселях. Одинокие мужчины флиртовали с потенциальными женами, ходили на смотрины, чтобы после Великого поста можно было уже сыграть свадьбу на Красную горку. Среда лакомка, зитя идут к тещи на блины. Четверг разгуляй, с которого начинается широкая масленица. Пятница – теща на вечерке, теща должна идти в гости к зятю на блины. В субботу празднуются Золовкины посиделки, молодые невестки принимают у себя гостей. Завершает масленичную неделю упрощенное воскресенье, в этом году который выпадает на 1 марта. В последний день масленичной недели провожают зиму, сжигают чучело из соломы. Костер нужно было бросить, все свои ненужные вещи, которые нельзя было просто выбросить, нужно было сжечь. Сжигали вместе с мореной. Кстати, лицо морене не рисовали, либо рисовали глаза закрытыми. То есть умирающая зима не должна была смотреть на живых. В прощенное воскресенье близкие люди просят друг у друга прощения за все причиненные обиды и встречают весну красну. Во Дворце культуры юность прошел фестиваль КВН среди школьных команд Саянска. По оценке членов жюри, веселее и находчивее всех были гимназисты. На сцене Дворца культуры юность прошла встреча школьных команд в клубе веселых и находчивых. В фестивале приняли участие шесть команд. Гимназию представляли оптимисты, четвертую школу команда «Пока мама не видит», пятую – интеллигенты, шестую – тараканы, седьмую – команда «Переходный возраст». Также в игре участвовала сборная команда «Саянский андеграунд». Тема игры «Ребята с нашего двора» была посвящена предстоящему юбилею Саянска. И здесь школьники шутили о буднях своего родного города. Не обошли стороной игроки и тему установки в нашей городе памятника вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. «Ребят, а кому памятник-то поставили?» «Бождь компартии». Я не знаю, что такое компартия, но на индейца этот дед точно не похож. «Да вы посмотрите на него! Пальто какое элегантное, стрижечка модельная, точняк, это же французский модельер. Ага, Ленин Виттон». Во втором конкурсе «Музатлоне» команды искрили шутками и песнями. Жюри, в состав которого входили бывшие КВНщики – Антон Григорьев, Маргарита Безродных, Георгий Максимов, Кирилл Окунев и Анатолий Богданов – определяли наименее смешных и предлагали им удалиться за кулисы. Так прошло несколько кругов, пока на сцене не осталось всего две команды. «Она хотела бы жить в Новолениной и с участковым делиться секретиками, а вам просто порыжить джинсами, лучше б ей не знать его совсем». «О боже, мама, мама, я сошла с ума, в подъезде пахнет краска и кругом голова». По итогам двух конкурсов победителем игры названа команда гимназии «Оптимист». Второе место у команды «Пока мама не видит» четвертой школы. Третье место в фестивале заняли ребята из Саянского андеграунда. Звание «Лучший актер игры» получил Сергей Лаптев из «Оптимиста». Лучшей актрисой названа Кристина Ахматгалиева из команды «Пока мама не видит». В центре «Мегаполиспорт» прошел второй этап соревнований по шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в здании комплекса «Мегаполиспорт» состоялось открытие второго этапа городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В шашечном турнире приняло участие около 30 человек. В шашках принимают участие 4 команды. Это Всероссийское общество инвалидов, комплексный центр социального обслуживания населения, Саенский детский дом инвалидов и детская спортивная общественная организация «Мир без границ». Опыт проведения таких мероприятий для людей с ограниченными возможностями показывает, что спорт для инвалидов является одним из важных инструментов в системе реабилитации и дальнейшей адаптации в обществе. Для людей, имеющих различные виды нарушений здоровья, подобные турниры и встречи имеют большое значение. С каждым разом все больше инвалидов принимает участие в таких спортмероприятиях. Мы от «Мира без границ» привели 5 человек в команду. Всего сегодня принимает участие более 30 человек. Для людей с ограниченными возможностями в нашем городе проходит очень много мероприятий. В частности, вот эта «Спартакеада». У нас каждый месяц, каждую неделю запланирована подготовка к тому или иному этапу. Впереди у спортсменов еще масса различных турниров и спортсостязаний. И в июне организаторам предстоит сформировать сборную города для участия в областном турнире. Вторая городская «Спартакеада» среди людей с ограниченными возможностями по здоровью является отборочным этапом для участия в областной «Спартакеаде» и «Невозможное возможно». В течение года будут проходить разные соревнования, и мы проведем отбор лучших спортсменов, из которых будет сформирована сборная команда области. Привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к спорту и физкультуре является весомым фактором для их социализации. А такие турниры и встречи в очередной раз доказывают, что соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья – равноценная составляющая общественного спортивного движения. В течение трех дней в Саянске проходит городская военно-спортивная игра «Зарница», ставшая традиционной. Команда всех школ соревнуется в навыках военной подготовки. Началась игра с военно-спортивной эстафеты. Военно-патриотическая игра «Зарница» среди учащихся школ города проводится традиционная юбилейная игра, посвященная празднованию 75-летия Великой Победы, проходила в течение трех дней. Участие в «Зарнице» приняли 70 школьников. Ребята соревновались в силе, ловкости, умении проводить сборку и разборку оружия, ходить с троем в других дисциплинах. Молодое поколение является наследниками победителей, потому особенно важно заниматься военно-прикладными, военно-техническими видами спорта, что дает возможность овладеть навыками, необходимыми для защиты Родины, считают организаторы мероприятия. У них глаза горят, им интересно, им хочется участвовать в таких мероприятиях, поэтому мы только им помогаем, чтобы дети росли патриотами, патриотами своей страны. Воспитание нравственных традиций, выполнение воинского долга перед Родиной, развитие физической силы и выносливости, силы духа и любви к своей стране, популяризация армейской службы в молодежной среде, расширение досуга и стимулирование активности молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни, социализация подростков – таковы основные цели столь увлекательной игры. Эмоции непередаваемые. Это, можно сказать, всплеск адреналина в кровь, когда ты пробегаешь все эти этапы, всю эту полосу препятствий. Мне больше всего нравится собирать и разбирать автомат, разборка-сборка магазина. Вообще вся эскифета очень хорошая, интересная. Нам всем нравится. Игра мне очень нравится. Я уже участвую четвертый год. Второй год я командир. Игра классная, развивается. С каждым годом становится все лучше и лучше. Самое интересное – это разборка-сборка автомата. В прошлом году у меня был рекорд по этому показателю. Ну и так все остальные препятствия тоже очень хорошо и интересно устроены. Итоги зорницы будут подведены на общественно-общегородском мероприятии. Победители, учащиеся, показавшие лучшие спортивные результаты, будут награждены почетными грамотами и ценными призами. Саянские школьники накануне Дня защитника Отечества сдавали нормы ГТО и боролись за звание сильнейшего. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это нормативная основа физического воспитания населения, нацеленная на развитие массового спорта. Совсем недавно исполнилось 6 лет со дня подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о ГТО. Как считают сами подростки, прежде всего сдача всех спортивных нормативов, а сдавать их можно с 6 лет, нужна для профилактики здоровья и хорошего самочувствия. Я считаю, что такие спортивные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Мое личное мнение, что молодежь должна вести здоровый образ жизни, и такие мероприятия нужно проводить хотя бы раз в неделю. Формальным поводом для проведения импровизированного экзамена для соянской молодежи стал приближающийся праздник «День защитника Отечества». Данное мероприятие мы приурочили к 23 февраля, так как это праздник мужской, но в нашем мероприятии сегодня принимают участие не только мальчики и юноши, но также и девчонки. Количество участвующих и принимающих участие – 20 человек. Бег, прыжки с места в длину, отжимания от пола – это лишь часть необходимых испытаний, которые предстояло выдержать подросткам для того, чтобы получить заветный золотой значок. А самое главное – доказать не только своим друзьям, но в первую очередь самому себе, что ты стал лучше, чем был. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok